Чистая кровь – залог здоровья. Однако, чтобы его достичь, необходимо высокотехнологичное оборудование. Новые возможности в заботе о пациентах получила Щелковская районная больница номер один. Аппарат для мембранного плазмофереза учреждению здравоохранения вручил депутат Государственной Думы Владимир Кононов. Выступая на отчете главы района, я понял, что я имею возможность и мне захотелось, я должен. Сделать подарок району. И я решил, что это будет как раз этот комплекс. Необходимость в этом аппарате была, потому что этот аппарат, прежде всего, он для профилактики. А сейчас мы говорим о том, что профилактика многих заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, это одна из важных задач, которая стоит и перед лечебными учреждениями в том числе. Этот аппарат, я считаю, что в рамках профилактических действий может спасти очень много жизней. Аппарат для комплексной очистки крови под говорящим названием «Гемофеникс» сможет использоваться как для фильтрации плазмы крови в лечебной практике, так и для получения плазмы от донора. Применяется при лечении порядка 200 заболеваний. Аппарат фильтрует саму кровь, то есть он отделяет, разделяет красную кровь, тромбоцит, ретроцит, без чего мы жить не можем, и использует саму плазму как носитель, чтобы этот весь токсин вывезти из организма. Особенность оборудования в том, что оно является адаптивным, то есть забирает для фильтрации ровно то количество плазмы, которое пациент может отдать. Так аппарат используется в том числе для лечения детей. Произведен он не так далеко от компании, расположенной в особой экономической зоне Дубна. Медицина развивается по пути насыщения технологией, процедур высокотехнологичным оборудованием. Это первое. Второе – это оборудование, которое произведено в Подмосковье. Это наше, на основе уникальных отечественных разработок. Все, что полезно для людей, но тем более является высокотехнологичным, конечно, должно стоять в наших клиниках, в клиниках Подмосковья и в Шелковском районе в том числе. После вручения аппарата Владимир Кононов посетил еще несколько учреждений в городе Щелково. В том числе знаменитый хлебозавод. На данный момент депутат зарегистрирован на будущих праймер из «Единой России» как кандидат в Государственную думу по Щелковскому одномодатному округу. Предварительное голосование за кандидатов, которые затем будут выдвинуты партией на выборы 18 сентября, состоится 22 мая и участие в нем сможет принять каждый желающий. Так, для Владимира Кононового это была одна из первых официальных встреч с местными жителями. Очень приятно мне сегодня здесь быть. Вы, я так понимаю, что в основном тоже все жители Щелковского района, поэтому тем небольшим скромным подарком, который я вручил району, вот в лице больницы районной, вы, если потребуется, можете и должны пользоваться. Это будет очень здорово. На встрече с депутатом сотрудники хлебозавода смогли задать интересующие их вопросы, обсудили развитие законодательства в сфере отечественного бизнеса и даже состояние подмосковного леса. После встречи в рамках экскурсии по предприятию Владимир Кононов посетил уникальный просфорный цех завода, церковь иконы Божьей Матери, спарительница хлебов и оценил масштабы производства. Сейчас завод выпускает порядка 100 тонн хлебобулочных изделий в сутки и около 200 сортов хлеба, которые расходятся по всему Центральному федеральному округу. Уникальный завод, уникальные технологии. В общем, наверное, в Москве и Московской области, может быть, самые передовые, которые есть на этом предприятии. Получается, что Щелковский район кормит не только Щелковский район хлебом, но и все Подмосковье, Москву, еще Владимирскую область. Также Владимир Кононов побывал в универсальном спорткомплексе Подмосковья, где встретился с представителями спортивной общественности и молодежных организаций. Прозвучали актуальные вопросы, касающиеся не только спорта, но и других сфер социального развития Щелковского района. Встречу я оцениваю очень положительно, и мне понравился настрой его, его оптимизм. Я задала вопрос о молодежной политике, а именно о наличии и перспективах выхода закона о молодежной политике. Ну, Владимир Михайлович пообещал поспособствовать его принятию. Будем ждать. Понятно, что во всех сферах трудностей хватает, но я думаю, что это продвинутая сфера. Очень здорово, что есть такой универсальный спортивный комплекс в районе, готовят такую молодежь, спортсменов.